700 килограммов карася выпустил сегодня Бендерский речной порт в Днестер у села Сукле. В республике завершается осеннее зарыбление. Наталья Ткачук продолжит. Сегодня у маленьких карасей небольшой стресс. Из привычного водоема, где они родились, их переселяют вот в эти цистерны. Потом ведром переносят большие емкости, загруженные в автомобиль. Карась меняет место прописки. Маленьких карасиков везут на ПМЖ в Большой Днестер. Сейчас включим компрессор и дадим воздух. И доедет все нормально, живая всегда. Рыбешки размером чуть больше спичечного коробка. Вес граммов 30. Возраст 5 месяцев. Идеальные параметры, чтобы уйти в самостоятельное плавание. Вылавливают очень аккуратно, чтобы молодняк не повредить. Отлично она себя чувствует. Можем вот видеть, вон она спокойно плавает, как говорится. И комфортно. То есть, пока мы еще здесь кислород не включим, потому что она еще открыта, она получает, как бы, и так их достаточно. При перевозке непосредственно будут емкости закрыты. И, соответственно, будет подключен кислород. В такой кислородной гостинице мальки едут несколько километров. На берегу Днестра, в районе Суклеи, машина останавливается. Большим сачком рыбешек аккуратно выпускают в реку. Сегодня в Днестр выпустили 700 килограммов рыбы. Мальки здесь же останутся на зимовку. Шансы пережить зиму у них высокие. Корма в реке достаточно. Зарабление карасями сегодня провел Бендерский речной порт. Бендерский речной порт выполняет новогубительные работы на реке Днестр. И в порядке компенсации ущерба, нанесенного в реке, мы проводим зарыбление в зависимости от объема извлекаемого грунта. Несмотря на легкий дождь, запуск карасей прошел на отлично. Зарыбление всегда стараются проводить осенью и весной, когда прохладно и в воде больше кислорода. Рыбы выбирают неконкурентных видов, чтобы в реке поддерживался правильный баланс водных организмов. Эта рыба является одним из многочисленных видов, которые у нас обитают, которые дает потомство. Это благоприятный вариант, в том плане, что после нее останется продолжение. Это не толстолобик, который направлен больше на биологическую мелиорацию, а именно тот вид рыбы, который у нас воспроизводится. Тем самым она не носит ущерб и зарыбляет тем видом рыбы, который у нас воспроизводится в наших рыбохозяйственных. Минсельхоз отслеживает, какие результаты дает каждое зарыбление. Кроме Днестра, мальков этой осенью запускали во все приднестровские водоемы. Приток Турунчука, Дубоссарское, Кучурганское водохранилища. Осеннее зарыбление продолжается. На сегодняшний день уже выпущено более 20 тонн рыбы. Наталья Ткачук, Леонид Мостак, ТСВ.